Приветствую вас! Давайте мы с вами сейчас разберёмся с тем, что вы написали. Во-первых, сначала я пройдусь по, значит, своим впечатлениям от текста в целом, ну вот, вашего, потому что о нём стоит сказать. Потом, наверное, постараюсь разобрать какие-то отдельные моменты, которые мне кажутся значимыми, важными и так далее. Значит, ну, да, текст написан очень неразборчиво, дело здесь даже не в том, что вы пишете с ошибками, вот, их ещё, в принципе, можно убрать. Дело в том, что теряется смысл того, что вы написали. То есть, сперва идёт одно, потом как будто вставка из какого-то, знаете, дневника, например. Другое, потом идёт третье, вот. И всё это, собственно говоря, для чего это всё? Зачем это всё? Ну вот, если честно, это вот так и остаётся загадкой. Потому что вы эту тему, вы её, по крайней мере, не раскрываете. Есть у вас, значит, целый абзац, посвящённый, например, вопросу собственности. Ну, вашей семье. То, что вас выписали из квартиры или то, что вас сделали, значит, фактическим, то есть формальным владельцем квартиры, вот. Я понимаю ваши переживания, понимаю, что это ужасно, то, что делают ваши родные, вот. Ага, но и вы, со своей стороны, также старайтесь понять, что это психология, то есть это не юридическая консультация. Если вам нужна именно помощь юриста, именно юридическая консультация, то я полагаю, что имеет смысл обратиться именно к юристу, который поможет вам увидеть, на что вы имеете право, чего вы можете ожидать, на что вы можете рассчитывать, а на что, соответственно, нет. Потому что, ну, правда, вот квартирный вопрос, да, вопрос, он очень тяжёлый, и чем люди ближе друг к другу, тем этот вопрос всё более и более тяжелее, к сожалению. Поэтому я уверен, что у ваших родителей в любом случае были свои какие-то основания поступать так, то есть я их не оправдываю, вот, а я говорю о том лишь только, что если они так поступили, значит, у этого есть причины. И правда заключается в том, именно правда, что вы этих причин не знаете. Ну, потому что вы не объясняете, собственно, что родители, ну, чего родители хотели. То есть какую цель они преследовали, когда выписывали вас из партии. Далее, значит, следующий момент, то, что вы хотите жить одна, и всегда хотели жить одна. Я, в принципе, понимаю. Я понимаю ваше желание жить одной, вот. Я могу понять это ваше желание, правда. Но мне здесь представляется странным немножко другое. Что, говоря о независимости, говоря о, значит, о том, что вы хотели бы жить отдельно от родителей, хотели этого всегда. Когда вы ни слова не говорите о том, значит, что вы учитесь, что вы работаете, что у вас есть какая-то фактическая возможность для того, чтобы, ну, вот, жить отдельно. Или вы считаете, что родители должны были вам обеспечить возможность совместного проделания за счет, например, квартир, о которых вы говорите. Если так, то какая-то, я бы сказал, странное, странное понимание независимости у вас. Потому что, если вы хотите быть независимой, то будьте независимой во всем, до конца. Да. А не так, что вы независимы только вот до тех пор, пока дело не коснулось там квартир. Да. То есть, если вы хотите быть независимой, если вы говорите, что я, там, независимая, ладно, хорошо, но в таком случае необходимо вам самой увидеть, что вы готовы сделать для того, чтобы быть независимым. То есть, хотят ваши родители, там, или кто-то еще, эту квартир, эти квартиры, ну, вот, как вот вы говорите, да, хотят они эти квартиры. Ну, значит, пусть они будут у них, да, они вам принадлежат. Да, вы можете следить с ними, если, значит, ну, если вы решите, значит, их получить, да, если вы, значит, будете пытаться доказать, что вас, значит, значит, незаконно лишили права владения, вот, квартиры. Так оно, так оно есть, да, будете судиться, может быть, может быть, даже выиграть дело, может быть, даже выиграть процесс, но сколько это отнимет у вас времени, сил и энергии, это, на мой взгляд, отдельный вопрос, вот. Поэтому вам нужно подумать как следует о том, что вы понимаете под независимостью, как вы воспринимаете независимость, то есть, ну, что по-вашему есть независимость. И вот представьте себе, что вы здесь и сейчас, да, уже стали независимостью, да, вот прямо уже стали независимостью. Что вы будете делать, как вы воспользуетесь своей независимостью, как вы будете действовать, какой будет ваша жизнь, вот, и так далее. Я рекомендую вам повизуализировать, потому что при данном описании проблемы есть подозрение, что вы, ну, может быть, может быть, не совсем, не совсем верно, реалистично. Лучше сказать так, не совсем реалистично, понимаете, значит, независимость. Вот. Такое у меня возникло ощущение, я не говорю, что я обязательно прав, может быть, я ошибаюсь, но здесь мне, вот, я почувствовал, что вы, знаете, как это сказать, плавает, вот, именно в описание независимости, в чувствовании себя независимость, вы очень сильно плаваете. То есть вы говорите, что вы всегда хотите быть независимым, но при этом внезапно вы, по сути, находитесь под полным, полным контролем вообще всех. То есть дедушка, дядя, бабушка, родители, вот, и это, конечно, прозрительно. То есть если вы хотите быть независимым, если вы хотите жить своей жизнью, это ваше право, вот, но на сколько вы отдаете себе отсчет в том, какова у этого цена? Вот. 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 Быть может, вы считаете, что вам все будут помогать быть независимым. Вот. Если так, то вы уже могли убедиться в том, что это неправильно. И что у, например, родителей есть свои какие-то цели, свои представления о том, как, собственно, все должно быть и так далее. Вот. То есть вот об этом, обо всем я рекомендую вам подумать. Дальше. Идем. Значит. Так. Значит. Как вы понимаете, по закону могу начать самостоятельную часть. Я чувствую страх, как он вибрирует по всему телу, чувствую слабость в руках, и если долго об этом думаю, то, значит, соответственно, начинается психосоматика. Как вы понимаете, это страх, но я никогда не боялась независимой жить и люблю одиночество и самостоятельность. А, так. Значит, смотрите. Вы описываете здесь симптоматику страха. Ага. Хорошо. Хорошо. Вы описываете симптоматику страха, но вы при этом не описываете то, чего вы боитесь. Вы не описываете, по факту, ничего, связанного со страхом вашим. То есть вы чувствуете, как он вибрирует. Да? Он вибрирует. Но что это? Если бы вы могли побыть страхом, вот просто сами, если бы вы могли побыть страхом, как бы вы его описали? Вот именно страх, как бы вы описали, если вы, соответственно, говорите, что боитесь, да, если вы, соответственно, говорите, что он вибрирует у вас в тех стиле. Далее. Я не боялась независимой жители в одиночестве, но несколько месяцев забывала, что я жил независимой от родителей, когда они уезжали в командировку. А взяток, учитывая, у меня заперли в комнате рестораны, где хранятся овощи и мясо, где, грубо, холодильники и двери закрыты до прихода товара или управляющего. Довольно интересная, надо сказать, аллегория. Аллегория здесь приведена. Само по себе наличие такой аллегории может говорить о том, что вы склонны уходить в свои фантазии. Самое наличие аллегории может говорить о том, что вы от чего-то можете убегать в свои фантазии. Что-то во внешнем мире, в реальном мире вас угнетает, подавляет, может быть даже беспокоит, что вы достаточно, ну, достаточно сильно делаете акцент на подобных аллегориях. То есть это, на мой взгляд, это не, ну, не просто так. Не просто так. То есть у этого есть причина. Дальше, значит, следующий момент. Это момент такой, что вы сравниваете на самом деле, в общем, сравнимые вещи в том плане, что вы говорите, я жила одна, когда мои родители были в командировке. Да, ваши родители, они, может быть, и были в командировке, но вы всегда знали, что они, ну, рядом. Что они приедут. Что они с вами. И когда вы жили одна, вы понимали, что они вернутся и, в общем, вы чувствовали, что защищены. Ну, вы не могли не чувствовать себя защищены. Даже если вы считаете, что вам все родители, вам вредят и так далее, все равно, все равно, вы знали, что родители, они, все где-то рядом, они поблизости, они придут. Они, они навсегда у себя, они придут, и у вас будет все так, как раньше. Вот. Опять же, вы можете этого не принимать, вы можете, вам это может не нравиться, что происходит. Но это неправнимая вещь. Понимаете? Если вы, точнее, если и когда вы живете одна, когда вы жили одна, например, вот когда вы жили одна, а вы жили на своей территории. Понимаете? Это была ваша территория, на которой вы жили. Сейчас вы должны жить на отдельной территории. Ну, если вы хотите быть независимым, опять-таки. Понимаете? И вопрос заключается в том, опять же, готовы ли вы к этому? Знаете, вот у меня, например, есть ощущение, что нет, что не готовы. Вот. То есть вам нужно хотя бы просто элементарно, а-а-а, побыть в общежитии. Пожить в общежитии, если угодно. Это вот очень хорошая школа. Школа того, как, а-а-а, человек может или не может, а-а, жить один. Ну, ну, заодно и проверить, способны вы это делать или нет. Ваш страх, а-а-а, который вибрирует, да, его нужно, а-а-а, вообще-то говоря, изучать, а-а-а, сперва. Когда он появился? А-а-а, и вы стали его испытывать. А-а-а, значит, а-а-а, когда вы в первый раз, например, его, а-а-а-а, заметили? Ну, вот, впервые. А-а-а, когда вы его заметили впервые, а-а-а, что у вас есть страх, что вы боитесь. Ну, вот. Как бы вы могли его описать? Как я уже сказал, а-а-а, можно попробовать, а-а-а, представить, а-а-а, что вы это и есть ваш страх. И, а-а-а, постараться, а-а-а, понять, а-а-а, чего он, а-а-а, страх, то есть, а-а-а, хочет от вас, что ему нужно. Да? Вот. Потому что, ну, понятно, что, а-а-а, ничего и ничего не бывает. Дальше, м-м-м, так. Значит, то, что вы говорите, у вас есть ощущение в клетке, да, у вас заперли, у меня заперли в комнате ресторана и так далее. А-а-а, вот эта интерпретация, она связана с тем, на мой взгляд, на мой взгляд, она связана с тем, что вы, а-а-а, не хотите брать на себя ответственность. А-а-а-а, то есть, вы не хотите, а-а-а, чтобы вы решали, а-а-а, проблемы. Вы не хотите, а-а-а, сами решать, а-а-а, свои проблемы. Потому что вы говорите, что, а-а-а, меня, а-а-а, заперли. Не я, а-а-а, значит, поместила себя в такую ситуацию. Не я сама оказалась в этой ситуации. Ну, по какой причине, да, это ещё, вообще, это ещё вопрос. Но, а-а-а, значит, соответственно, не я, а меня заперли. Понимаете? Когда человек говорит, что меня заперли, он снимает себя ответственность за то, что происходит. Ну, и, соответственно, а-а-а, возникает вопрос, а насколько человек, а-а-а, заинтересован, а-а-а, в том, чтобы действительно быть свободным, чтобы выйти из этого состояния. То есть, как только вы, а-а-а, смените, смените выражение, меня, а-а-а, заперли, например, например, а-а-а, значит, на, скажем, так, а-а-а, я оказалась в состоянии, а-а-а, клетки, ну, например, или я оказалась заперти. Будет совсем иначе. Потому что вопрос, а-а-а, вам можно будет задать, ну, если вы оказались там, значит, вы, а-а-а, зачем-то оказались в заперти. Значит, вам, а-а-а, нужно было оказаться в заперти. Понимаете? Ну, так это уже будет совсем другой, другой разговор. А-а-а, с вами и вести его уже можно будет именно, а-а-а, с фиксацией, а-а-а, именно на вас, а не на других, а-а-а, не на других, а-а-а-а, людях, которые вам помещали, которые вам не позволили, которые, а-а-а, вас, а-а-а, заперли и так далее. Так, а-а-а, дальше. У меня, а-а-а, все распланировало, распланировано. А-а-а, что именно все, а-а-а, как проявляется, а-а-а-а, это самое планирование, а-а-а-а, какую функцию, функцию, а-а-а-а, а-а-а, выполняет. Планирование, опять же, для вас, то есть, ну, вот, а-а-а-а, вы считаете, что планирование, это, это есть, а-а-а, независимость, вы считаете, что планирование, это то, что, а-а-а, действительно делает вас независимым. Или, или, с планированием вы от чего-то защищаетесь. Вот. Если, если вы от чего-то защищаетесь с планированием, то, соответственно, а-а-а, то, что вы видите угрозой, а-а-а, нужно, опять же, изучать, а-а-а-а, и смотреть. Да, потому что, пока вы чувствуете угрозу, а-а-а, вряд ли вы сможете быть, ну, все той же, а-а-а, свободной, все той же, а-а-а, независимой, а-а-а, какой вы хотите быть, если хотите. А-а-а, хотя у меня и есть, а-а-а, подозрение относительно того, а-а-а, насколько вы, а-а-а, понимаете, а-а-а, значит, действительно, действительно, насколько вы понимаете, а-а-а, независимость. Самое все равно. Вот. Есть основание считать, что вы понимаете это неправильно. Немножко. Дальше. А-а-а, значит, но это не могло. То есть, что не могло, непонятно. Может быть, не помогло, вот. А-а-а. Если вы написали, что, а-а-а, это не помогло, то я могу вам, а-а-а, сказать, что это и не может, а-а-а, помочь. Потому что любое планирование, оно эффективно, а-а-а, только, только пока, а-а-а, и есть, а-а-а, предсказуемость. То есть, вот, планирование идеально, а-а-а, когда есть, а-а-а, предсказуемость. То есть, вот, предсказуемость есть, планирование работает. А-а-а, но стоит предсказуемость уйти. То есть, случается что-то, а-а-а, чего вы, например, не ожидали, чего вы, ну, не были в силах предсказать. Ну, вот. И так далее. Вот. Как только происходит такая история, а-а-а, сразу же, сразу же возникает то, что вы чувствуете. Вот, моментально. Поэтому планирование, а-а-а, понятно, что без, а-а-а, планирование нельзя. Но планирование нужно использовать, а-а-а, строго-строго дозировано. Потому что, иначе оно приведет, а-а-а, к тому, что вы будете, а-а-а, постоянно испытывать, а-а-а, тревогу из-за, а-а-а, того, что не все под, а-а-а, вашим контролем. А-а-а, все под контролем быть не может. С другой стороны, а-а-а, вы можете стремиться к-э-эм, контролю, э-э-эм, потому, что это для вас, э-э, единственный способ, э-э-э, защитить свои личные границы. Которые, вероятно, э-э-э, не уважали, э-э-э, не защищали ваши родные. Вот. Ну, это тоже может быть. Но, в таком случае, э-э, личные границы, э-э-э, безобезопасность, э-э-э, как, ну, э-э-э, которая является основной, э-э-э, целью, э-э-э, контроля. Э-э-э, нужно, э-э-э, стараться достичь по-другому. Э-э-э-э, не через, э-э-э, контроль. Самое слово. Контроль, к сожалению, э-э-э-э, склонен подавлять, э-э-э-э, других людей. Дальше, э-э-э, значит, э-э-э, я постоянно себя дёргаю назад, не показываю, чего на самом деле э-э-э, стою, не люблю кому-то противоречить, и вообще в 15 лет начала уступать. Э-э-э, значит, так, я постоянно дёргаю себя назад. Э-э-э, что это значит? То есть, вы дёргаете себя назад, это как, как? Понятно. То есть, я понимаю, что вы, наверное, имеете в виду, что я не иду вперёд, что я дёргиваю себя, что я э-э-э, не позволяю себе э-э-э, значит, проявлять себя и так далее. Хорошо? Но то, что вы не проявляете э-э-э, не позволяете проявлять себя, это ведь э-э-э, чьё решение? Это ведь э-э-э, ваше решение, верно? Это не решение других людей. То есть, вы решили себя не проявлять. Вы решили уступать. Вы решили, что будете э-э-э-э, давать задний ход. Ну, например, э-э-э, значит, в какой-то момент вы это решили. Для чего вы решили так делать? Э-э-э, что вы хотели, может быть, может быть, э-э-э, от этого решения получить для себя? Что вы ожидали для себя, для себя получить? Понимаете? То есть, вот э-э-э, с этой позиции э-э-э, нужно, чтобы вы э-э-э, вернулись в тот момент, когда решали решали так действовать. И нужно, чтобы вы, э-э-э-э, значит, увидели какую-какую цель преследовали э-э-э-э-э, при И в своем решении, значит, не уступать. Вы называете конкретную цифру. Вы называете в 15 лет. То есть вы говорите, что в 15 лет. Значит, я решила уступать всем, ну или большинству людей. Значит, в 15 лет с вами что-то произошло, что повлияло на вас. Я полагаю, что нужно обязательно увидеть, что именно случилось. Что и почему. Потому что, видимо, в 15 лет вы приняли решение, что наилучшим способом для вас, наилучшим мотивом для вас будет всем уступать. Так вы сможете получить для себя то, чего хотите. Может быть. Но вопрос в другом. Что именно? Что именно вы хотели для себя получить. За что вы платите такую цену. Цену уступками. Цену с занижением себя. И так далее. Дальше. Я не выдерживаю, пишите вы, того, что завидуют, что пренебрегают, смотрят зло. И поэтому все фильтрую из того, что показывают. Смотрите. Вы говорите, что я не выдерживаю, когда завидуют, когда пренебрегают, смотрят зло и так далее. И поэтому вы фильтруете то, что показывают. То есть вы, получается, ожидаете того, что люди будут вас одобрять. Вы ожидаете того, что люди не будут вам завидовать, не будут стараться как-то вас принять. Вы нуждаетесь в том, чтобы вас не принуждали получать. Ну, помимо того, что здесь можно наблюдать психотическую модель поведения. То есть это, когда человек нуждается в другом. То есть вот вы, например, нуждаетесь в том, чтобы вас одобряли. Вы говорите, что вы не выдерживаете. А вы не выдерживаете что именно. Как проявляется то, что вы, ну, если я правильно понял, прекращаете вот это. Что вы-то, что вы-то сами чувствуете в этот момент, когда не выдерживаете. Ну, завидуют вам люди. Ну, например, принижают вас люди. Ну и что? Как это все задевает лично вас? Почему другие люди задевают лично вас? При условии, что вы, опять же, вроде как, хотите быть независимой. Понимаете? Какая история? То есть, противоречия, противоречия возникают, ну, на мой взгляд, возникают противоречия. Потому что у вас здесь идет реакция, я бы сказал, больше зависимая, а вы говорите, что нет, я независимый, я хочу быть независимым. Это никакой противоречия, и вполне возможно, что именно это противоречия, с одной стороны, что вы нуждаетесь в других людях, а с другой стороны, что вы закрываете все каналы, каналы, взаимодействия с ними. И порождают, собственно говоря, вашу негативную реакцию, порождают, может быть, даже вашу проблематику. Вы говорите, что они смотрят зло, может быть, и так, может быть, они и зло смотрят, но вам, в первую очередь, нужно постараться увидеть, что это не они смотрят зло, это вы видите, что они завидуют, это не они пренебрегают, это не они пренебрегают, это вы видите так, что вам пренебрегают, понимаете, какая вещь. И то, что вы видите так, то, что вы видите пренебрежение, там, к себе и так далее, это отголоски того, что вы сами чувствуете по отношению к себе. Может быть, это отголоски того, как с вами обращались родители. Вот. Может быть, что-то еще. Вот. То есть, ну, тут в любом случае нужно разбираться. Но постарайтесь понять, что независимые люди, вот, независимые люди, да, они не говорят так, как говорите вы. Они не говорят, что, вот, кто-то там смотрит на меня косо, кто-то там смотрит на меня не так, кто-то завидует на меня и так далее. Все это не касается их. Дальше, значит так, чтобы не быть лидером. Для детства у меня были эти способности, я просто устал видеть злые глаза, глаза, в которых я отражаюсь предателем только потому, что я лучше, чем люди старше меня. Ну, во-первых, нужно еще убедиться в том, что вы, как бы, обладаете лидерскими качествами. Я полагаю, что у этого должны быть подтверждения, вот. Во-вторых, во-вторых, опять же, момент такой, что даже если вы действительно, ну, видите, наблюдаете злые глаза, то эти глаза, они злые не на вас, они злые на самих себя, потому что они, эти лидеры, не могут получить, например, того, чего они хотят. Вот. И опять же, если вы лидер, то вы вполне легко могли бы настроить людей так, чтобы они вас, ну, воспринимали позитивно. Потому что ведь за лидером идут, знаете, за лидером следует, а у вас какая история получается? У вас получается история, что за вами не шли, за вами не идут, и возникает вопрос, что вы подразумеваетесь под лидерством? Ага. Не ошибаетесь ли вы, считая себя лидером? Вот. Ну, то есть, то, что у вас есть способности, это, безусловно, я это даже не подвергаю сомнению, то, что у вас есть способности. Но то, что вы лидер, это, извините, нужно доказать. И вот пока я не увидел того, что вы действительно проявляете себя как лидер. Ну, лидер, это тот, кто ведет за собой людей. Вы их людей за собой, соответственно, не ведете. Наоборот, вы их как-то располагаете против себя. Ну, естественно, не специально, да, не специально, да, то есть, никто не говорит, что вы делаете это специально. Это происходит просто. А у лидера этого не происходит. Значит, дальше, вы пишите, эм, так, постоянно ходить с белым фоном в руке. Что я с миром, у меня столько наград и медалей, есть до 15 лет и ничего. После, как будто я только ела, спала и с класс в класс переходила. Значит, очевидно, что в 15 лет у вас что-то случилось. Очевидно, что в 15 лет произошла какая-то либо трагедия, либо поворотный момент в вашей жизни, что определила то, как вы себя профессионируете. Вот. Но, на мой взгляд, все ваши награды, все ваши медали, которые у вас есть, не имеют смысла. Если вы делали это все не для себя, если вы делали это все для других. Ну, например, чтобы получить одобрение, там, допустим, от своих родителей, например. Вот. То есть, все это не имеет смысла. Награды, достижения не имеют смысла, если вы делаете это... Если вы не делаете этого, точнее, для себя. Если вы делаете это только для других. Вот. Поэтому здесь либо вы стараетесь это понять, то есть, понять, что, ну, что вот, что-то вы делали не так, что-то происходило не так с вами. Вот. Либо вы так и остаетесь в этом вот своем состоянии. Самое важное, что мне это нравится, потому что так я чувствую спокойствие и надежность. Ну, понимаете, вот именно, вы говорите, что вы чувствуете спокойствие и надежность, когда вы не выделяетесь. Но по какой-то причине, по какой-то причине, по какой-то причине, вы считаете, да, что ненадежность, которую дает... дает вам выделение, оно плохое. То есть, для вас это очень травмирующе. Вот что у вас. То есть, я понимаю, что вам нравится это состояние спокойствия. Я понимаю, что вам нравится надежность. Но получается то, что надежность это, она где? Получается, что надежность это, она где-то в вас, вот это не в вас, а снаружи надежность. Получается то, что надежность это зависит от других людей, а не от вас, о какой независимости идет речь. Понимаете? А независимость и надежность, она ведь, если есть, то она есть именно в вас, самой, то есть либо она есть, либо ее нет. Ага, не бывает так, что вот вы хотите быть независимым, и вы являетесь независимым. Это, к сожалению, не работает так. Дальше. Сейчас, планерия будущего, я даже мечтаю, не представляю, что я хочу или заслуживаю из-за своих умений. Потому что забываю вкус развития, когда делаю то, что хочется, я чувствую. Только как мне некомфортно другим из-за моих побед. Смотрите. Некомфортно другим. Во-первых, кому другим, это первое. И второе. Почему вам некомфортно одного, что некомфортно другим? Почему вы ответственность смещаете, как бы, то есть берете ответственность за то, грубо говоря, что кому-то некомфортно? На мой взгляд, на мой взгляд, вы здесь проецируете отношения своих родителей к вам. То есть ваши родители, они испытывали неудовольствие от того, что у вас что-то получается. И вы принимаете решение, значит, перестать выделяться, чтобы ваши родители были спокойны. Если я сразу, то делать тогда не в других, не в определённых людях, а только в ваших родителях. Ну, может быть, в девочке, бабочке, там, вот, в ком-то из них. В общем. Вот. То есть, понимаете, да? О чём я говорю. Дальше. Также мои родители, это не те люди, которые мне помогут. Они используют все мои слабости против меня. Ну, может, это и так. Но, во-первых, откуда у вас нужна информация, что они используют ваши слабости против вас? Во-вторых, собственно, даже если это так, даже если они действительно используют слабости против вас, то вам самой нужно сейчас об этом восходить. То есть, они могут делать всё-то и всё угодно. Но родители, это родители, а вы, это вы. И вот до тех пор, пока вы считаете иначе, до тех пор, пока вы оглядываетесь на них, на родителей, на своих, остаться не изменится. И она будет такой, какая она есть на данный момент. Нравится вам это или нет? Вот у родителей есть свои, как бы, цели, да, а у вас есть, соответственно, свои. Дальше. Родственники, конечно же, на стороне тех, у кого есть деньги. Ну, опять же, если вы действительно стремитесь к независимости, то вы, наверное, понимаете всё. Любая независимость, так или иначе, так или иначе, упирается в обеспечение. То есть, любая независимость нуждается в том, чтобы её обеспечить. И, соответственно, то, что вы говорите, что родственники на стороне тех, у кого деньги, это как раз таки и является, по сути, проявлением независимости. Только вот, наверное, не совсем той независимости, которую бы вам хотелось иметь. Это уже вопрос, как я уже говорил, немножечко другой. Дальше, опять же, родственники. Какое имеет отношение родственники к вам? У моих родителей две квартиры в одном корпусе. Дерочка и бабочка одну подарили мне. Что значит одну подарили вам? То есть, понимаете, ну, что это значит подарили? Это нужно как-то закрепить, было документально. Если это выкреплено документально, то никто ничего, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. С вашей квартирой не сделает. Если это именно документально закреплено. А если это будет в словах? Ну, у меня вопрос, насколько это было искренне. Вообще. Понимаете? Вот. Потому что, если они дарят такие вещи, ну вот, просто условно, как бы, вот, то мне, мне думается, сразу, ну, сразу возникает под подозрение, да, насколько эти люди серьезны. Вот. Поэтому я рекомендую здесь исходить именно из этого, именно из этого, из того, насколько были серьезны дедочка и бабочка, и насколько они закрепили право, право собственности за вами, да? Дальше. Ага. Так они. Кто они? Два года назад сделали такт, я больше не владелец. Как они, как они могли так сделать, не понятно. Сказали, сделаем владельцам то, и которое побольше. Я была против. Почему? Значит, они начали давить по поводу чего. Были ссоры, не давали спать, нормально есть. Когда я обратился к бабочке дядю, они сказали, что это твои родители взрослые, они лучше знают, что делать, и тут я себе ужасно себя веду. Такое своим родителям не говорят. А что именно не говорят родителям, непонятно. Хотя я сказала только, что хочу, чтобы все было как есть. Ну, видимо, вы не донесли до родителей свою мысль. Это раз, и два, вероятно, родителям просто плевать на то, что вы им говорите. Если это так, то говорить что-либо бесполезно, нужно не говорить, а делать. То есть, совершать свои права, да? Мои бабочка и дедочка сами не ожидали, что-то случилось, они расстроились, но что мне непонятно, сказали, что это их дом, и что они, они я просто не правы. Они я? Так они не правы или вы? Это я написал, что вы понимали, что не залезет от них никакого человечества, поддержки или семейных отношений не будет. Окей, а зачем вы написали это нам? Ну, вот я вижу, например, что у вас, у родителей, значит, произошло обесценивание себя, и, в общем-то, происходит до сих пор. Я вижу, что родители вас, значит, принижают. Но я не вижу пользы именно в контексте вашего вопроса, да, от той информации, что вы написали. Вот. Вот если вы говорите про независимость, то о какой поддержке в человечности и семейных отношениях вы говорите? Независимость, эта независимость, она проявляется во всем. И, может быть, это вы хотите, чтобы была поддержка, вы хотите, чтобы были семейные отношения. Может быть, вы этого хотите, но, простите, тогда нельзя говорить о том, что вы хотите быть независимым. И здесь я могу вам порекомендовать действительно, как сказал мой коллега, я могу вам порекомендовать действительно определиться с тем, чего вы хотите. И, исходя уже из этого, да, действовать дальше. Потому что, ну, пока, вот пока, для меня это загадкой, то как вы все вот это представляете сами себе. Вот. Если есть проблемы с детско-родительскими отношениями, если есть проблемы с этим, то это можно поправить, это можно поправить, это можно решить. Если есть проблемы с уверенностью, а точнее с неуверенностью в себе, это тоже можно поправить, в принципе. Вот. Вот. Вопрос заключается в том, чего хотите именно вы. То есть, если вы обращаетесь к психологу, то необходим запрос. Вот свой запрос, пожалуйста, определите сперва. Как только определите свой запрос, с этим можно будет работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.